Ваш двор утонул в снегу. Вместо дороги козья тропа. Двери в подъезд завалило снегом. Жалуйтесь, говорят, иногда это помогает. Об этом я не только расскажу в ближайшие минуты. Вы смотрите Давича. Меня зовут Дмитрий Житарчук. Здравствуйте. Снегопады и метели прогнозируют синоптики в ближайшие дни. Госавтоинспекции рекомендуют быть особенно внимательными на дорогах. Почистили снег вместе с деревьями. Последние натиск уборочной техники не выдержали. Кировчане жалуются на последствия зимнего благоустройства на проспекте строителей. Областной бюджет станет профицитным уже скоро, обещают в Минфине. Там составили трехлетний план доходов и расходов на картинках. Проанализируем основные показатели вместе со специалистами. Арендует исторические дома, занимаются бизнесом, а вкладываться в ремонт зданий не хотят. Собственников уникальных объектов в Кирове ждут суды. Рысь, совы, енотовидная собака и птицы – все они теперь в заботливых руках волонтеров. Как ухаживают за дикими животными в центре реабилитации «Большое гнездо». Расскажем и покажем. Один человек погиб, трое получили травмы в аварии в Юрьянском районе. Об этом сообщили в ГИБДД по Кировской области. Сегодня около 10 утра на пятом километре федеральной трассы «Вятка» столкнулись грузовой автомобиль и «Ниссан «Жук». От удара обе машины выбросило в кювет. В иномарке сработали подушки безопасности, но это не уберегло ехавших в ней людей. Подробности смертельной аварии нам рассказали в госавтоинспекции. В результате происшествия женщина-водитель автомобиля «Ниссан «Жук» погибла. Три ее женщины-пассажира получили травмы. По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются причины и условия автомобильной аварии. В госавтоинспекции напоминают водителям и пешеходам о соблюдении правил дорожного движения в сложных погодных условиях. В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, ожидаются обильные снегопады. Пешеходам, прежде чем сделать первый шаг на проезжую часть, необходимо убедиться, что водители вас видят и пропускают. В сложных погодных условиях, в условиях недостаточной видимости, рекомендуем носить на верхней одежде световозвращающие элементы. Время предупреждений закончилось, заявили в госжилинспекции и вышли с проверкой в кировские дворы. А там масса нарушений. Вместо дорог – козьи тропы, на крышах сосульки и снег. Что грозит тем, кто не чистит придомовые территории, знает Зоя Зотова. Она вместе с инспекторами вышла в рейд по кировским дворам. Проехал мимо. А ведь во дворе дома номер 19 по улице Свердлова как раз нужна спецтехника и дворники. Опасная колея, каша и сугробы снега. Управляющую компанию ждут штрафы, предупреждает в госжилинспекции. Это касается также нерадивых ТСЖ и ЖСК, которые работают спустя рукава. В городе стартовали рейды по заснеженным кировским дворам и начались они с микрорайона Филейка. Ожидаемо, конечно, скажу честно. Не все управляющие компании оперативно принимают меры по чистке дворовых территорий. За последнюю неделю поступило порядка 100 обращений граждан по некачественному зимнему содержанию дворовых территорий. Управляющие компании будут привлекаться к административной ответственности с наложением соответствующих штрафов. Скажу сразу, что штраф может доходить до 350 тысяч рублей. Наведали сегодня инспекторы ГЖИ в переулке Курагинский и Вершининский. И вот работа закипела. Появился дворник и начал спешно чистить крышу. Однако в большинстве случаев обслуживающие организации бездействуют и спокойно отсиживаются, говорят в ГЖИ. Видимо, ждут весны, когда проблема решится сама. Залежавшийся снег на крыше теперь представляет вот такую угрозу сверху. Создается впечатление, что управляющая компания не чистила кровлю всю зиму, а лишь установила ограждение и предупреждающий знак для автовладельцев. Проигнорировал сигнальную ленту на Вершининском переулке 4. Виноват сам. Управляющая компания разведет руками. Такими табличками и ограждениями УК оберегают себя от ответственности. За сход снега на голову или машину. Но штрафов за снежную кровлю уже избежать не получится. Ведь жильцы жалуются на непроходимые дворы и опасные крыши в ГЖИ уже в тех случаях, когда на их претензии не реагирует управляющая компания. Рейды ГЖИ по дворам, в которых вязнут машины и люди, будут проходить ежедневно вплоть до 27 января. За состоянием крыши дорог во дворах следит и прокуратура. Этой зимой сотрудники ведомства уже выявили 214 нарушений. Это неубранная с кровель сосульки, заснеженные тротуары и проезжие части во дворах. Возбуждено 4 административных производства. Объявлено 27 предостережений о нарушении законов в сфере ЖКХ. Принятие комплекса мер прокурорского реагирования способствило устранению нарушений законодательства в рассматриваемой сфере. Надзорные мероприятия органов прокуратуры продолжаются. Кстати, кировчане на зимнюю уборку города жалуются уже меньше, по крайней мере в соцсетях. Дороги вроде бы чистят, но как? Вместе с деревьями и кустарниками с жалобой к нам в редакцию обратились жители с проспекта строителей. Там после расчистки дороги и тротуара переломали деревья и кустарники. Кто возместит ущерб, разбиралась Елена Шарыгина. Кучеровский парк – одно из немногих мест на Юго-Западе, где еще можно увидеть живые деревья. В остальных частях района зелени становится все меньше. К такому выводу пришел кировчанин Сергей, когда гулял утром по проспекту строителей. Между школой и автомойкой были высажены молодые деревья. Отделяли тротуар от шумной дороги. Теперь не отделяют. После встречи со снегоуборочной техникой сильно пострадали деревья. У того отломана большая ветка. Это дерево погнулось. Также тут тоже валяется сломанная ветка. Ну а это насаждение вообще было вырвано до основания. Живая изгородь там же на проспекте строителей заметно передела с годами. На это место с дороги и с тротуара сталкивают снег, чтобы потом вывезти. И вывозят вместе с кустарниками. На уцелевших растениях даже видно свежие раны от снегоуборочной техники. Это уже не первый раз. Там деревьев порядка было, наверное, 20. Сейчас осталось, может, 7 всего. Или 5. Деревьев 10 точно. Вот именно в этом месте было сломано. Там вроде бы липа. Такие симпатичные деревья. Им лет по 10. Уже метра по 3 в высоту. Им расти, расти. Летом они красивые. Вот сейчас этих деревьев все меньше и меньше. И, возможно, пройдет 2-3 года и вообще там не станет. Снег стали чистить лучше, замечают жители города. От бордюра до бордюра. Но не слишком ли стараются подрядчики. Пока убирают сугробы, ковшами, ломают деревья, ограждения, зацепляют люки, бордюры. Кто за это отвечать будет? В администрации рассказали. Кто сломал, тот и платит. Составлен акт. Направляется сейчас все в территориальное управление. Далее ждем от них уже постановления и будем уже выходить на суд, чтобы стребовать, так сказать, компенсацию, чтобы оценен будет этот ущерб и стребованность подрядчика. То есть в таком порядке все такие случаи отрабатываются. Перед началом зимнего сезона каждому подрядчику выдают список мест, где не стоит размахивать ковшом. Под снегом могут быть насаждения, люки, ограждения или любые другие объекты. Об этом стоит помнить подрядчикам. Сегодня в Кирове снегопад. Работы у дорожников будет много. На дорогах работают 45 единиц техники, а тротуары чистят 13 машин. Елена Шарыгина, Александр Брызгалов, Бюро новостей, Дайвича. Хотите знать, сколько заработает Кировская область в ближайшие три года и на что потратят деньги, но не любите читать большие документы? Минфин региона поможет на сайте. Министерства появился бюджет в картинках, так сказать, народная версия. Чтобы ее изучить всю, потребуется немало времени, много столбиков, графиков, кружочков, диаграмм. Но вот несколько ключевых цифр. Доходы региона в этом году, к примеру, составят почти 75 миллиардов рублей. Для сравнения, семь лет назад в 2015 году доходы области оценивались в 38 миллиардов рублей. Что касается текущего года, потратить придется все-таки больше, чем мы заработаем. Расходы будут больше на миллиард 400 миллионов рублей. Бюджет дефицитный. Зато, согласно прогнозу Минфина, в 2023-2024 годах регион будет зарабатывать больше, чем тратить. Профицит бюджета, например, в 2023 году составит 2,5 миллиарда рублей. Но образуется такой профицит не совсем естественным путем, считает депутат областного парламента Владимир Костин. У области большой долг перед государством. Гасить его деньгами из основных сатей расходов нельзя. Нужно для этого предусмотреть как бы отдельные деньги. Если бы не новое распоряжение федерального правительства, отправились бы эти профицитные доходы прямиком в Москву. И сейчас очевидно, что профицит искусственный. За счет него будут гаситься долги. Но опять же, федерация приняла решение, что долги можно не гасить, а использовать эти деньги для реализации крупных проектов инфраструктурных. У нас на эти деньги покупаются автобусы новые и так далее. То есть вот этот искусственный профицит будет в первую очередь направлен на инфраструктурные проекты в рамках региона. Относиться ко всем этим цифрам с картинками нужно снисходительно, так считает финансист Константин Кропанев. Бюджет должен быть, возможно, на 2-3 года вперед. Должно же правительство на что-то опираться. Но зачастую прогнозы по доходам, расходам, инфляции не совпадают с реальностью. Например, инфляция на 2021 год закладывалась на уровне 7%. Сколько получилось, мы все с вами прекрасно знаем. А прогноз на 2022 год 4,5%. Вериться с трудом считает финансист. То есть и мы понимаем, что все бюджетные траты рассчитаны исходя из этой инфляции. Но мы же все ходим в магазины, мы видим, как подорожали товары и услуги и понимаем, что удорожание товаров и услуг произошло довольно-таки существенно. И получается так, что вот эта инфляция, которая накопилась в 2021 году и которая так либо иначе будет в 2022 году, она не учтена в расходах бюджета. Бюджет на ближайшую трехлетку, как всегда, социально ориентирован. А я сегодня спросил у Кировчана, на что в первую очередь нужно тратить бюджетные деньги. Как ученик медицинского колледжа нужно что-то решать с этим, потому что у нас очень маленькие идут оклады именно у специалистов, которые работают, например, в поликлиниках. То есть туда мало кто хочет идти работать, просто потому что им не платят там ничего. Вот нужно на это направить. На образование. Не хватает, недостаточно финансируют, вы считаете? Я считаю, да. Особенно средняя школа. Она в очень большом загоне. В вузы приходят совсем неподготовленные. Технические силы не хватает? Зарплат педагогам, что конкретно? Я думаю, что однозначных ответов тут нет. Как всегда, сложные проблемы, они решаются комплексно. Поэтому нужно и зарплату подвышать, и лишнюю бюрократию убирать. Конечно, ЖКХ, благоустройство. Надо приукрашивать город. Именно вот в этом направлении, вы считаете, не хватает финансирования? Ну, скорее всего, да. Кстати, Москва решила дать нам еще немножко денег. Куда их потратят, узнаем уже скоро. Депутаты должны будут одобрить поправки бюджет в ближайшее время. Ведете бизнес в историческом здании и не следите за его состоянием? Тогда готовьтесь идти в суд. А кто первый на очереди, об этом не только расскажу во второй части выпуска. Не переключайтесь. Это «Давича» и мы продолжаем. Житель Амутнинска понесет уголовную ответственность за угон кареты скорой помощи. Об этом сообщили в МВД по региону. Там рассказали, что 19-летний молодой человек зашел в местную подстанцию, сел в машину не от ложки и уехал. Когда его задержали, выяснилось, что угонщик, что называется, под шофе. Ранее он уже был судим. Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Угон». Владельцев помещений в исторических зданиях ждут суды. Таким образом, собственников хотят заставить привезти дома в подобающий вид и заодно подготовить город к празднованию 650-летия в 2024 году. По закону, бремя содержания имущества лежит на собственниках помещений. Первым на очереди стало здание на Спасской-6. Это дом купца Репина на перекрестке Ленина. Почему в управлении госохраны объектов культурного наследия решили начать именно с этого здания? И почему бизнесмены не торопятся его ремонтировать, знает Ульяна Издакова. Здание на Спасской-6 было построено по проекту архитектора Андреевского по заказу купца Репина в 1817 году. Предприниматель 19 века устроил здесь гостиницу. Затем тут были различные трактиры, магазины и кондитерская. В 1901 году в здании была открыта гостиница Европейская, а часть помещений сдавалась для торговых нужд. С тех пор прошло уже больше 100 лет, а первые этажи на Спасской-6 по-прежнему занимают различные магазины и кафе. И если фасад здания выглядит вполне симпатично, то с задней стороны давно пора и кладку подлатать, и кровлю в порядок привести. По закону делать это обязаны собственники. Однако добросовестных хозяев, рассказали в управлении госохраны объектов культурного наследия, меньшинство. Поэтому для нерадивых собственников исторических зданий запустили пилотный проект. На них подадут в суд. По большей части он коснется не многоквартирных жилых домов, а зданий, которые используются в коммерческих целях. Именно к таким и относится дом на Спасской-6. Жилых помещений нет, квадратные метры сданы в аренду. Выходит, прибыль с этого собственники получают, а вот вкладываться не хотят. И мы, и администрация города пытались собственников разумить. Мы даже несколько раз встречались в администрации города с активом, так скажем, собственников. Не все, к сожалению, приходили. Но эти разговоры, к сожалению, до сих пор остались разговорами. Понудить таких собственников можно только одним путем. Это иском суд и, соответственно, установление конкретных сроков проведения работы по сохранению. На Спасской-6, по подсчетам Михаила Усса, 20 собственников. Сотрудники организации в основном продавцы. Платить или нет, вот в чем вопрос. И мнения на сей счет разделились. Кому, если не хозяевам, следить за состоянием исторических зданий, соглашаются одни. Другие говорят, мол, покупателей и так мало. Куда еще дополнительные расходы? Раз они выкупили эти помещения, это в их собственности, это их, собственно говоря, деньги. Другие, они на этом заработают эти деньги, и поэтому они должны содержать эти помещения в должном состоянии. Ренды большие, ручки сейчас маленькие, это очень невыгодно. Вообще невыгодно. Если суд посчитает, что Спасская-6 нуждается в реконструкции, собственников обяжут ее провести. Однако и тут есть нюансы. Прежде чем приступить к ремонту, нужно составить и утвердить проектно-сметную документацию. Заниматься этим должна специальная лицензированная организация. Мало того, все этапы работ обязательно согласовываются с властями. Вот и выходит, что ремонт исторических зданий – дело не быстрое и не дешевое. И уже только после составления проектной документации, ее утверждения и согласования с региональными органами о производстве работ, собственники могут привлекать подрядчика и то, который имеет соответствующую лицензию и аккредитацию на проведение ремонтно-строительных работ на объектах культурного наследия. Как бы то ни было, сейчас собственникам квадратных метров на Спасской-6 рассылают уведомления об иске. Затем материалы отправятся в суд. Когда он состоится, пока неизвестно. Возможно, подчеркнул Михаил Ус, пример Спасской-6 подтолкнет собственников других памятников архитектуры осознать свою ответственность за историю нашего города. Ульяна Издакова, Владимир Лисик, Бюро новостей Давича. Инотовидная собака, ежи, свиристели, совы и даже рысь. Более 50 диких животных и птиц проходят лечение и реабилитацию в центре Большое Гнездо. Волонтеры терпеливо выхаживают каждого постояльца, а после адаптации выпускают в естественную среду. Как питомцы переносят зимовку и что ждет ту самую рысь, которую месяц назад нашли в Кирове, знает Ольга Мартынова. А курицу любит больше. То есть она вот если не сильно голодная, она лучше и цыплят можно даже оставить и не есть. Та самая рысь, которую волонтеры отловили в городе еще в декабре, сейчас хорошо себя чувствует. Она окрепла и набрала сил. В течение дня дикое окошко в основном лежит, а вот при появлении человека настораживается и ведет себя агрессивно. В дальнейшем у нас будет проведено полное обследование ветеринарное данного животного. И по его результатам уже будет приниматься решение, либо оно будет возвращаться в естественную среду обитания, либо если у нее будут обнаружены какие-то заболевания неизлечимые, еще какие-то препятствия для возврата в естественную среду обитания, то эту рысь будем пристраивать в какой-то питомник, зоопарк и так далее. Кроме заплутавшей рыси в центре реабилитации Большого гнездо есть и другие постояльцы. Все они попали в беду, а здесь обрели вторую жизнь. Этот статный журавль Журочка. От неименуемой гибели его спасли сердобольные жители Пижанского района. И вот уже несколько месяцев он находится в центре на лечении и сейчас нуждается в дополнительном обследовании. У Журочки проблемы с почками, поэтому хорошим аппетитом птица похвастаться не может. Волонтеры кормят пернатого пациента с помощью пинцета, иначе птица не ест. В небольшом по площади, но необъятном по отзывчивости и чуткости центре есть даже отделение интенсивной терапии. Здесь птицы, которым нужна особая забота. У бедняги-снегиря много переломов. Чтобы пациенту было проще дышать, в клетку пускают кислород. У него дышка, то есть у него явно травмированные легкие. Ему надо сделать рентген, но не в таком состоянии. То есть он тяжело дышит. Махноногим сычам повезло больше. За пару месяцев ухода птицы восстановились и совсем скоро окажутся на воле. Сейчас данный сыч находится в помещении, где у нас попрохладнее. И дальше мы его выселяем на улицу и потом выпускаем в природу. Но не все обитатели Большого гнезда возвращаются в естественную среду. Многие остаются здесь на ПМЖ. Лечат и содержат животных за счет личных средств и пожертвований волонтеры. Поэтому в центре всегда рады любой помощи. Подробную информацию можно получить в социальных сетях. Ольга Мартынова, Александр Нестеров, Бюро новостей, Давича. Оперативно следить за новостями можно и в наших социальных сетях. Если у вас есть интересное видео, пишите, присылайте его по номеру, который сейчас видите на своих экранах. Прямо сейчас прогноз погоды. А у меня на этом все. В студии работал Дмитрий Жадарчук. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»